Здравствуйте, уважаемые зрители! Я Юрьева Анна, юрист отдела патентования юридической компании Юрвиста. Сегодня мы поговорим с вами о главных новостях в сфере интеллектуальной собственности. По прогнозам экспертов, количество контрафактной продукции в России может вырасти в несколько раз. При этом специалисты не исключают и обострение недобросовестной конкуренции с использованием объектов интеллектуальной собственности. Новое правовое регулирование затронуло практически все области права, в том числе и в сфере интеллектуальной собственности. Судебная практика по спорам с контрафактной продукцией складывается неоднозначным образом. Например, суд может сослаться на недружественность иностранного правообладателя и отказаться привлечь к ответственности сторону, нарушающую его права, что в части права не может являться основанием в судебном отказе. Но кто знает, может это станет очередной судебной практикой? Уход с российского рынка иностранных компаний открыл отечественному бизнесу окно возможностей, что спровоцировало образование новых объектов интеллектуальной собственности, схожих и тождественных с иностранными брендами. Например, подача заявки на регистрацию товарного знака «Идея», который графически схож с известным брендом «Икея». Пока нет никакой практики по подобным случаям, поэтому непонятно, будет ли зарегистрировано такое обозначение. Далее, правительство разрешило не флотить российским компаниям за патенты на полезные модели, промышленные образцы и изобретения их владельцам из недружественных стран. При этом критерием для определения недружественных стран может быть признано гражданство в таких странах, регистрация в них, а также то, что одна из недружественных стран выступает местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности или излечения прибыли. Госдума снизит налоги на интеллектуальные собственность. Кратко, законопроект подготовлен в целях снижения налоговой нагрузки для российских налогоплательщиков, приобретающих право по договорам коммерческой концессии у иностранных лиц. Далее, буквально не так давно Россия аннулировала патент на изобретение системы электронных платежей, правообладателем которого является известная швейцарская компания. Из-за действия данного патента на территории Российской Федерации могли запретить смартфоны Samsung с платным сервисом Samsung Pay, то есть запретить их ввоз и продажу в России. Итак, это был мини-обзор новостей. Всего доброго, до свидания.